Итак, ситуацию на фронте. Прямо сейчас обсудим с заместителем директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. Михаил Самость присоединяется к нашему эфиру. Михаил, здравствуйте. Рад вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, как вы оцените в целом ситуацию на фронте в преддверии годовщины вторжения? На самом деле она не меняется уже несколько недель, а может, например, на Бахмутском направлении и несколько месяцев. То есть российские войска изо всех сил пытаются прорвать украинскую оборону и таким образом оккупировать полностью Донецкую и Луганскую область. Это не скрывает и высшее российское руководство, и военное руководство, генералы, что сейчас это главная задача. То есть оккупировать Донецкую и Луганскую область, чтобы можно было зафиксировать какой-то успех. Очевидно, что к обращению Путина к федеральному собранию, которое сегодня было, генералы не выполнили эту задачу. Поэтому Путин о военных успехах много не говорил. Он только, опять же, повторял какие-то тезисы, которые, наверное, он год назад говорил, что Россию невозможно победить на поле боя и другие бла-бла-бла. Но на самом деле, конкретно он ничего не мог сказать. Не было успехов. И этот успех Россия фактически не достигла. Кроме того, то, что происходит в среде самих сил, российских сил, которые пытаются наступать, я имею в виду вооруженные силы Российской Федерации и силы так называемых ЧВК Вагнера-Пригожина, явно существует конфликт, явно сейчас идут проблемы по обеспечению и боеприпасами, и личным составом пригожинцев. Это означает, что вот эта интенсивность самого наступления может иссякнуть уже через какое-то время, потому что и мотивация падает, и, с другой стороны, если снимается, скажем так, срочность политических задач по оккупации Донецкой и Луганской области, тогда интенсивность боев может быть снижена. Тем более, что Путин не объявил ту мобилизацию, о которой уже давно говорят. Без дополнительной мобилизации новых резервов в российской армии просто физически не может появиться. А это означает, что на любых участках фронта не может появиться те ударные группировки, которые необходимы для проведения операций, наступательных операций. Как, например, территория Беларуси, или говорили о Сумах, о Харькове, говорили о Юге и так далее. Этих ударных группировок просто нет. И то, что сегодня Путин не смог объявить эту мобилизацию, видимо, существуют проблемы именно в оценках генералов, военных, что это уже делать поздно, и нужно идти по сценарию, видимо, замораживания, затягивания конфликта, о чем, в принципе, сегодня Путин и говорил в своей речи. Михаил, давайте с вами обсудим заявление Жозепа Борреля. Он сказал, что Россия накопила вдвое больше войск в Украине, чем было до начала агрессии, и готовит наступление. Так что следующие несколько недель будут решающими в этой войне. И ЕС будет продолжать поддерживать Украину, и Украина в этой войне победит. Скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете эти слова, и что вы можете сказать о той группировке войск, которая накопилась сейчас, собственно, у границ с Украиной и на территории временно оккупированных. Насколько это подготовлены военные? Ну, действительно, эти данные совпадают с данными украинской разведки, которая тоже считает, что около 300 тысяч находятся сейчас в зоне операции, или, скажем так, на украинском фронте, потому что это не та операция, о которой мы говорим, специальная военная операция, а те различные операции, которые Российская Федерация пытается проводить против Украины. Действительно, в целом, тут можно говорить о 300 тысячах войск, но на самом деле, опять же, незаметна концентрация вооружения и военной техники, которая бы соответствовала этой численности. То есть нет той пропорции, которая необходима по штату, скажем так, батальона или роты, которая бы свидетельствовала о том, что Россия действительно готова к проведению операции общевойскового боя, которые штатно должны заниматься вооруженные силы Российской Федерации. Это означает, что действительно после мобилизации были сконцентрированы определенные силы, но не смогли обеспечить достаточным количеством вооружения и военной техники. По поводу подготовки, очевидно, что, хотя эти подразделения и продолжают называться, например, бригада морской пехоты или десантно-штурмовые войска, очевидно, что те профессиональные военные, которые были год назад и начинали операцию против Украины, их осталось мало. В основном это мобилизованные, в основном это люди, которые одеты в форму морской пехоты, среди них, кстати, есть и матросы с кораблей, были уже военнопленные, которые говорили, что они матросы с кораблей, но их просто вот были по разнарядке отправлены на фронт в Украину, их назвали морской пехотой. Очевидно, что это не морская пехота, это как бы морская пехота. И таких случаев, когда, например, людей готовят в артиллеристы, отправляют простую пехоту, соответственно, уровень профессионализма этой пехоты низкий, они не готовились к ведению боевых действий именно в таком качестве. Все это означает, что на самом деле основная масса вот этих 300 тысяч, все-таки это низко подготовленный личный состав. Хотя те войска, которые отправлены, например, прорывать оборону на Бахмутском направлении или на других направлениях, на Донбассе, где была все-таки главная политическая задача, там существуют довольно-таки подготовленные подразделения, и действительно их не стоит недооценивать. Поэтому здесь существует различие в подготовке, различие в уровне обеспеченности и техникой на различных участках фронта. Донбасс сейчас является важным с политической точки зрения, там идет концентрация наиболее подготовленных, наиболее технически подготовленных подразделений. На других направлениях отмечаются другие процессы. Ну а как они действуют в составе батальонно-технических групп? Я так понимаю, это исчерпалось уже, да, у них тактика? То есть сейчас они вернулись в взвод отделения танк, рота, батальон? Ну, опять же, на различных участках мы видим различную тактику. Если взять угледарское направление, мы видели, как они пытались повторить подвиг, который они осуществляли в Киевской области, когда шли колоннами, не прикрытыми ни артиллерией, ни РЭП, ни авиацией. То есть все это было очень непрофессионально организовано. В результате мы видели, как морская пехота была разбита украинскими войсками, которые, естественно, не смотрели на то, что они там не подготовились, не давали им шанс подготовиться и учесть свои ошибки. На других направлениях они пытаются, например, действовать вообще без техники, работая в составе малых групп. Иногда это 10 человек, иногда 20-30 человек, которые пытаются зайти на территорию, занять ее там, окопаться и сформировать какие-то опорные пункты. То есть идет работа такого вот проникновения в оборону противника, иногда мимо позиции обороны. То есть они пытаются использовать ту же тактику, что и вагнеровцы, например, использовали до этого. Но у регулярной армии отмечается отсутствие вот той системности, потому что вагнеровцы пытались использовать, я бы даже сказал, сетицентрический подход. То есть командир, командный пункт находится в определенной точке и пытается координировать, в том числе с использованием беспилотников, постоянно координировать действия ударных групп, и таким образом достигая такого продвижения и управления группами в реальном масштабе времени. В регулярных войсках этого нет. То есть они отправляют то, что видит наша уже разведка, в том числе с использованием дронов. Отправляют эти ударные группы, но при этом видно, что они не координируются. То есть даже когда начинается нанесение артиллерийского огня, эти группы не понимают, что им делать дальше, куда им двигаться, отходить, двигаться вперед или залечь. То есть начинается хаотическое движение, которое... Они теряют управление войсками, это самое худшее, что может быть в бою. Повторите еще раз. Я говорю, вот потеря управления, это самое худшее, что может быть в бою. Абсолютно, абсолютно. Чем проявили себя вагнеровцы в том, что они смогли, потому что у них нет бюрократии, у них как бы такой творческий подход, скажем так, волонтерский. Пригожин в этом плане работал так, что давал инициативу, чего нет, естественно, в российской армии. Это бюрократия и субординация, псевдодисциплина, она убивает там все. Так вот, у вагнеровцев они достигли того, что они на поле боя смогли организовать управление и координацию. Хотя это им тоже не помогло. Сейчас у них нет боеприпасов, очевидно, что Шойгу очень обиделся на Пригожина после тех вот известных случаев его публичного оскорбления. И сейчас, я думаю, что Пригожину будет не очень легко, не то что управление обеспечивать, но вообще существование свое обеспечить. А вот регулярной армии у них не получается, они действуют по уставу, опять же. У них эти дроны не, скажем так, не существуют по штату. И поэтому все это идет как бы копирование того, что делали вагнеровцы. Возможно, они копируют какие-то наши тактические приемы, но не дотягивают, потому что бюрократия и устав убивает какие-то новаторства. И то, что мы видим, даже малые группы регулярных войск, они не достигают успехов, они разбиваются как раз через недостаточное управление, эффективность управления. Михаил, давайте с вами еще поговорим о вагнеровцев. У нас есть видео того, как буквально несколько этих видео появилось за последние несколько недель, о том, как вагнеровцы передают привет Герасимову и Лапину, собственно, и Шойгу, и расстреливают портреты и Герасимова, и Лапина. И хочется услышать от вас комментарий, как считаете, чем все это может закончиться. Собственно, для того же Пригожина, который недоволен. Это первое видео, и есть еще второе видео, здесь они передают привет Шойгу, а второе видео уже где расстреливают непосредственно портреты Герасимова и Лапина. Шойгу, Герасимов, конченая пи***я. Михаил, что вы скажете об этом противостоянии? Ну, это то, о чем я говорил. То есть Пригожин почему-то пытался, я не знаю, кто ему посоветовал такую технологию, но он ее несколько раз уже использовал. И, в принципе, он пытается таким образом надавить на военное руководство, но мне кажется, он достиг абсолютно противоположного эффекта. Ему перестали передавать боеприпасы. Я так понимаю, логистика вообще прекращена. Он там встречался с какими-то ДНРовцами. Еще какими-то он в его сообщениях, в телеграме, он говорит о том, что он выходит на любые возможные контакты, на любые возможности, чтобы обеспечить свои войска боеприпасами. Но это абсолютно какая-то дикая фантастическая ситуация. Какая-то группа людей пытается раздобыть себе боеприпасы, чтобы воевать против вооруженных сил Украины на украинской территории, при этом оскорбляя военное руководство России. Это абсолютно... Ну, это, в принципе, демонстрирует, какой бардак сейчас происходит, и хаос происходит вообще в России. И, с другой стороны, это явно ведет уже к открытому конфликту между Пригожиным, Шойгу и Ерасимовым. Я думаю, что Шойгу здесь играет главную скрипку. Он, как говорят, человек обидчивый, хотя не показывает он... Он всегда с одинаковым лицом все делает. Но я думаю, что он лично теперь имеет зуб на Пригожина, и это только начало истории. Все это, может быть, очень плохо закончится для Пригожина, для его частных групп. Хотя, понятно, там есть интересы олигархов. Они работают и в Африке, и в Латинской Америке, и в Ближнем Востоке. То есть там много бизнес-проектов. И здесь очень интересно, когда это выйдет именно на противостояние уже каких-то олигархических групп. Кто будет поддерживать Пригожина, кто будет против него. Но, в любом случае, то, что я услышал сегодня от Путина, например, мой вывод, что в России будет строиться фашистское государство. Именно фашистское с точки зрения тотального контроля над ситуацией. И те группы, которые сейчас сплотятся вокруг Путина, они получат шанс на полный контроль над экономикой, над деньгами, над любыми проектами, бюджетом и так далее. И вот сейчас интересно будет, кто вылезет первым в этой борьбе за эту кормушку. И явно Пригожина здесь позиции не очень хорошие, исходные для начала этой борьбы. Михаил, мы не можем с вами не обсудить визит Байдена в Украину и в Польшу. Вчера прозвучали четкие уже цифры. США и другие страны передадут Украине 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов снарядов. А уже вечером накануне Алексей Резников заявил, что в Украине будет как минимум два батальона танков «Леопард-2», а также, вероятно, шесть или семь батальонов из «Леопарда-1» с боеприпасами. Как вы в целом оцениваете визиты Байдена в Украину и в Польшу и, собственно, вот такую помощь, о которой было заявлено накануне? Ну, во-первых, визит Байдена – это, конечно, очень сильный ход с его стороны. Он показал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до победы. Это ключевой месседж, который Байден хотел донести до мира, до Путина, естественно, но я думаю, что до всего мира, потому что много сомневающихся, много стран, правительств, которые думают, что идут какие-то договорники, идут какие-то кулуарные переговоры между США и Россией, Китая как-то участвует и так далее. Байден четко показал, что Россия должна проиграть, этот режим должен быть уничтожен, а Украину будут поддерживать до победы и поддерживать любыми способами. Оружие, то есть вопрос доверия между странами, он сейчас уже не имеет, то есть решен, потому что часто, когда передаешь оружие, вообще военно-техническое сотрудничество, это все-таки вопрос доверия, когда ты передаешь какое-то мощное дальнобойное оружие, это всегда вопрос доверия, насколько твой визави, твой партнер может выполнять твои просьбы по поводу применять в таком-то направлении, на такие дистанции и так далее. То есть могут быть договоренности, и здесь Украина показывает, что украинское руководство, украинский народ выполняет, украинская армия выполняет полностью все те просьбы, с которыми выступал прежде Белый дом или наши европейские партнеры, во всяком случае, если бы Украина что-то не выполняла, какие-то свои обещания, не было бы такой широкой поддержки. И я думаю, что Байден, который мог, в принципе, приехать и во Львов, ведь там от Джешуа до Львова совсем рядом подъехать. Или же на границе, как тоже обговаривалось. Да, то есть это было бы, в принципе, то же самое. Зеленский подъехал, они бы встретились, и, в принципе, то же самое. Но вот приезд в Киев, это, конечно, символика какого-то такого исторического значения. Этот визит войдет в историю однозначно, как бы финальный акт формирования антипутлеровской коалиции. Я вот так вот для себя это определил. То есть это уже финальная часть формирования этой коалиции, которая означает, что Украина победит, Россия проиграет. Не зря сегодня Путин мало говорил о мобилизации или каких-то там военных действиях. Он говорил больше о изоляции, о том, что Россия выходит в состояние изоляции, она будет больше и больше закрываться, она будет строить свою какую-то новую, свою личную цивилизацию вокруг Путина. Но это уже другая история. Об этом мы будем дальше беспокоиться. Сначала Путин должен уйти из Украины, освободить наши территории. А то, что будет сегодня же, мы будем разбираться уже после. Михаил, а как вы прокомментируете также заявление Путина, который сегодня сказал, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях? Что это означает и чем грозит миру? А вот это вот очень интересный вопрос. С одной стороны, он говорит, что не будет у России гонки вооружений. То есть он там несколько раз повторил такую логическую конструкцию, что Россия не будет наступать на те же грабли, что Советский Союз, не будет включаться в гонку вооружений. Там что-то про масло и про снаряды он говорил. Не будет пушек вместо масла. Да, 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 пушки масла и так далее. То есть он подчеркивал, что они не будут идти в гонку вооружений, жертвуя экономикой, мирной экономикой в пользу военной экономики. Но при этом выход именно с договора о стратегических наступательных вооружений говорится совершенно о другом. То есть как раз уничтожение этой последней, возможно, договоренности, которая еще идет с Холодной войны, которая была призвана стабилизировать ситуацию с стратегическими наступательными вооружениями и, естественно, их сократить. А были даже вот такие романтические заявления «выйти на ноль», то есть вообще уничтожить эти стратегические наступательные вооружения и прийти к безъядерному миру. Так вот, уничтожение этого последнего, скажем так, реликта Холодной войны означает, что теперь Соединенные Штаты могут спокойно развивать свои новейшие стратегические наступательные вооружения. И у меня возникают очень большие сомнения, что у России сейчас больше технологий, которые могли бы соперничать с Соединенными Штатами и союзниками по развитию как раз ракет нового поколения. Я думаю, что Путин намекает на свои псевдогиперзвуковые ракеты. А вот в Соединенных Штатах есть возможность создать реальное гиперзвуковое вооружение, которое и могут войти как раз в новый этап гонки вооружений, который Путин сегодня сам открывает. Вот в условиях, когда Россия находится под жесточайшим давлением санкций, и только сейчас они это почувствуют, потому что только в январе фактически введено эмбарго на нефть, газ и нефтепродукты. Я надеюсь, будет еще Атом, Титан и другие сферы, где Россия зарабатывает до сих пор деньги на Западе. Мне очень интересно, насколько Россия сможет продержаться в таких условиях. То есть Путин на самом деле сегодня объявил гонку вооружений, именно стратегических наступательных вооружений. Это будет дополнительный удар по российской экономике. Насколько она сможет это выдержать, большой вопрос, честно говоря. Ну и знаете такой разрыв шаблона? Мы не будем вести гонку вооружений, потому что мы будем вести гонку вооружений. Человек сам себе противоречит буквально в двух соседних предложениях. Ну там реально речь вся состоит из противоречий. И поэтому тут, ну, там я про исторические вообще конструкции не говорю. Но даже логика там очень сильно страдает, когда он говорит, что не будем наступать на те же грабли, что и Советский Союз, который развалился. И поэтому наступим на них. И одновременно говорит, а мы сейчас объявляем гонку вооружений и наступаем на те же грабли. То есть давайте-ка мы сейчас посоревнуемся с Соединенными Штатами. Я думаю, здесь шансов у России очень мало в этом деле. Ну, СССР показал уже, как можно было соревноваться с Соединенными Штатами. И все знают, чем это закончилось. Абсолютно. Михаил, давайте еще обсудим ситуацию в Украине. Министр обороны Франции накануне заявил, что уже к концу недели наша страна получит от Франции обещанные легкие танки АМХ-10. Правильно ли я понимаю, что по мере поступления вот вся техника не будет сразу же отправляться на фронт, а будет формироваться тот самый танковый кулак, о котором все говорят, но уже для мощного наступления какого-то единого. Как это все будет распределяться? Ну, я думаю, конечно, не будет формироваться танковый кулак, будут формироваться подразделения, которые будут уже выполнять определенные функции. Ну, то есть вот этот французский как бы танк. Это на самом деле не танк, это больше, можно сказать, легкая, быстрая САУ, то есть самоходная артиллерийская установка, которая имеет возможность очень быстро переносить огонь. И при наступлении это очень важно. То есть можно будет командиром легко переносить огонь с одного направления на другое и поддерживать те наступательные действия, которые украинские войска будут производить в тех или иных районах. Поэтому я думаю, что все-таки будут формироваться, прежде всего, они не будут отправляться на фронт, они будут формироваться в рамках подразделений, будут отрабатываться действия именно в формате подразделений, дальше будут отрабатываться уже конкретные тактические задачи, которые будут уже выполняться на поле боя, и после этого, конечно, будут отправляться на фронт, когда будет проводиться операция. То есть я не думаю, что есть смысл эти танки сейчас бросать где-то в те районы боевых действий, которые идут. Хотя, может быть, и можно попробовать их использовать на том же Бахмутском направлении, где очень важно, например, сейчас переносить огонь очень быстро по тем группам, которые пытаются проходить, пролазить в определенных районах. Почему бы не использовать эти танки для быстрого перенесения артиллерийского огня? Они просто выполняют фактически роль артиллерии, но только артиллерии, которая очень быстро может перемещаться и фактически в районах по масштабам Бахмутской операции, не знаю, командирам, конечно, виднее, но можно было бы и попробовать, как они себя показывают на поле боя. Михаил, спасибо вам большое, как всегда, за понятные ответы, за ваши комментарии, за ваше время. Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, был в эфире «Фридема». Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.